слава украине привет всем от полонского к нашей любимой рубрике а наша любимая рубрика понятное дело потери российско-фашистских войск в украине как они сюда пришли и как они тут кандра пупятся так да так вот поводу вчерашнего дня и ситуации на утро сегодняшнего в двух словах ситуация следующая я уже говорил бахмут и маринка самые такие основные точки также рашисты собирают свое наступление очередное чисто мясное наступление сейчас по потерям увидите и поймете чисто мясное наступление в угледаре но по-моему они даже сами не верят что они там что-то достигнут они в бахмуте уже больше атакуют честно говоря там от конечно стоит но вы знаете когда ну даже самый тупой расист там умных мало но скажем так даже уж совсем тупой вот когда ты долбишься 90 или там сто с чем-то дней в одну и ту же стенку расшибаешь там кучу солдат ложишь и потом следующее пушечное мясо шлешь еще менее подготовленное чем предыдущие которые туда слали но ты уже сам понимаешь что ничего не добьешься ты положишь и этих там тоже дурачков могилизированных чмобиков чехтов они там у них не он пускай ложат это их выбор они пришли на нашу землю с оружием соответственно их надо укандропупить вот и вот и вся как говорится присказка по потерям российско-бандитских войск в украине за вчерашний день ликвидировано 670 расистов на фронте что составляет в общей сложности сто восемьдесят четыре тысячи четыреста двадцать путинских террористов угандропуплина дальше танков две штуки видите вот они ложат пехоту в основном танков относительно немного просто потому что у них их не так-то много и осталось то что они там производят димон медведев бегал суточка и орал что они там произведут 1500 танков ну разве что пластиковых ну или из бумаги тогда я охотно верю но они не стреляют а все остальное не верю да так вот два танка у контрпуплина всего 3667 российских танков отправились как говорится на палубу русского военного корабля того самого 10 бронемашин что в общей сложности дает 7120 та же картина они уже даже и бмп и бтр и пытаются не особо использовать они просто тупо посылают вот свой личный состав на утилизацию и собственно говоря на этом все именно этим с этим сейчас связано вот эти попытки набора новых чмобиков воскрес санкт-петербурге но это кстати делается от отчаяния поймите правильно когда путин принципе логично дел первые месяцы войны когда он набирал пушечное мясо из отдаленных регионов так называемой россии смотрите тогда а были деньги платить за то что они у контрпуплены то есть семьям давали там семь миллионов или три миллиона я не знаю где фублях слабо разбираюсь я не понимаю что за него можно купить но тем не менее для меня это вообще не деньги вот но тогда они что-то могли дать и в любое возмущение если оно было оно было где-то в кызыларде или я не знаю там где-то еще было да где-то оно было там в тыбве или оно было где-то там во владивостоке они там вон всю бригаду 155 если не ошибаюсь из владивостока похоронили под угледаром ну и хрен с ней ну возмущайся о владивостоке что ты сделаешь максимум выйдешь разобьешь окно местной администрации путину от этого ни холода ни жарко теперь он делает глупость он начинает тянуть пушечное мясо в основном из москвы и санкт-петербурга чем это чревато танков у него еще меньше снаряги нормально еще меньше вооружение еще меньше эти солдаты еще менее подготовлены соответственно трупов будет гораздо больше и эти трупы будут уже из москвы и санкт-петербурга соответственно он будет пытаться давать деньги за эти трупы семьям но вы же поймите тоже правильно тогда рубль и сегодня рубль который у них сейчас учите госбюджет покрывается то есть чтобы поняли доходы госбюджета и расходы различаются в два раза соответственно на носу висит гиперинфляция как зимбабве как сомали вот и но возвращается вот такое чучело без рук без ног или вообще у кадра пупин семья прибегает значит давай деньги ну говорят на тебе она говорит что это 7 миллионов не дают а что я за них куплю два стакана семечек и тут начинается уже совершенно не в во владивостоке там или в сыктывкаре где-то там далеко какие-то там возмущения недалеко от кремля я понимаю что они рабы я понимаю что это самое но когда будет нечего жрать смысле как жратва в магазинах будет я вот не сомневаюсь что жратва в магазинах будет купить ее будет не за что они пойдут грабить и тогда начнется самое веселое но это будет немножечко впереди увидите как она еще все будет красиво денег у них очень скоро не будет точнее нет все будут миллионерами все будут миллионерами но этот миллион можно будет засунуть в задницу также как в зимбабве где-то понимаете дальше поехали арт-системы шесть штук за вчерашний день у гандропуплина всего 2825 пушек это хорошо и один град 539 в общей сложности дальше поехали посмотрим самолеты вертолета остались предыдущие цифры 308 293 за вчерашний же день официальная информация сбита 10 шахедов послали их по моему вот я сейчас уже узнаю по моему то ли 11 то ли 12 штук значит то ли один то ли два долетели куда-то куда не знаю 10 штук было сбито всего 2386 путинских беспилотника сбито также было разбито вчера 15 единиц автотехники и цистерн всего 5707 а также две единицы спецтехники радиостанции тысячу раз вам говорил что это крайне важно уничтожать их радиостанции санкции рэп их нужно перед нашим контрнаступлением оставить с единственной формой связи это рельса привязанная к березе все и вот с начала войны мы у контрапупили три тысячи триста тридцать два таких вот пепелаца это очень хорошо работаем надо в этом плане и ждем начала контрнаступления наступления слава украине